Всем привет! В этом видео я расскажу, что делать, если Windows 10 не видит компьютеры в сетевом окружении. Если вы столкнулись с данной проблемой, и ваш компьютер с Windows 10 перестал видеть компьютеры в сетевом окружении, либо же сам пропал из него. Это видео поможет вам исправить это. Пользователи стали сталкиваться с проблемами отображения соседних компьютеров в локальной сети, еще начиная с версии 17.03. После установки данного обновления, при просмотре устройств в сетевом окружении, компьютер перестает видеть соединенные компьютера. Список компьютеров в сетевом окружении вы можете посмотреть в проводнике, либо командой NetView в командной строке. Если список пуст или команда сообщает в списке нет элементов, то в первую очередь следует проверить следующие настройки. Проверьте включен ли у вас сервис доступа к файлам и папкам. Откройте панель управления, центр управления сетями и общим доступом. И здесь откройте дополнительные параметры общего доступа. Убедитесь, что у вас в разделе текущего сетевого профиля, частные, включены следующие опции. Включить сетевые обнаружения и включить доступ к файлам и принтерам. Затем в профиле «Все сети» активируйте опции «Включить общий доступ», чтобы сетевые пользователи могли читать и записывать файлы в общих папках. Отключить общий доступ с парольной защитой. Это в том случае, если вы доверяете всем устройствам из вашей сети. Затем откройте пункт «Параметры», «Сети интернет», «Эзернет». В том случае, если вы подключены к локальной сети через беспроводное подключение, выберите «Вайфон». Счелкните по сетевому значку и проверьте, включена ли здесь опция «Обнаружение». Включено, изменяя тип сети на частное и выключено на общедоступное. В некоторых случаях для включения обнаружения нужно в командной строке с правами администратора выполнить следующую команду. Еще может быть, что компьютер с Windows может не отображаться в системном окружении из-за неправильных настроек рабочей группы. Попробуйте заново добавить этот компьютер в рабочую группу, переписав параметры, панель управления, система, дополнительные параметры системы, имя компьютера, идентификации. В открывшемся мастере присоединения к домину или рабочей группе выберите «Последовательно». Компьютер входит в корпоративную сеть, моя организация использует сеть без доминов и видите имя вашей рабочей группы. После этого нужно перезагрузить компьютер. Откройте сетевое окружение и проверьте, появились ли компьютера. Если указанные советы не помогли и компьютеры все еще не отображаются, попробуйте сбросить настройки сети, параметры, сети интернет, состояние, сброс сети. Сбросить сетевые настройки и правила фаербола можно с помощью командной строки и следующих команд. После чего нужно будет перезагрузить компьютер. Также проверьте, запущены ли следующие службы. В поиске пишем службы и запускаем. Для корректного отображения сетевого окружения эти службы должны находиться в состоянии автоматического запуска. Хост поставщика функции обнаружения. Публикация ресурсов обнаружения функции. DNS клиент. Обнаружение SSD. Узел универсальных PNP устройств. Сервер. Рабочая станция. За обнаружение отвечает служба публикации ресурсов обнаружения функций. Но запускается она не автоматически, как это было раньше, а вручную. Включение этой службы должно помочь решить данную проблему. Часто бывает, что проблемы с отображением компьютеров в сетевом окружении связаны со службой обозревателя сети. Эта служба отвечает за построение и поддержание списка активных компьютеров в сети. В локальной сети может быть только один активный компьютер с ролью главного обозревателя. В Windows 10 по умолчанию отключен протокол SMB версии 1. Тем самым отключается и служба в компьютер-браузер, который отвечает за составление списка компьютеров в сети и их отображение. Если в сети у вас компьютеры только с Windows 10, решить эту проблему можно включив протокол SMB версии 1. Для этого откройте панель управления, программы и компоненты, включение или отключение компонентов Windows. Здесь ищем поддержку общего доступа к файлам SMB. Устанавливаем отметку, проверяем чтобы эти три компонента были активированы и жмем ОК. Ждем пока установятся необходимые компоненты и перезагружаем компьютер. В Windows 10 18.03 разработчики убрали возможность создавать домашнюю группу. Кроме того, компьютеры с Windows 10 перестают отображаться в сетевом окружении проводника при просмотре устройств в сети. Дело в том, что с точки зрения Microsoft рабочей группы это устаревший функционал организации локальной сети. Вместо использования рабочей группы Microsoft предлагает использовать свои облачные сервисы. OneDrive – доступ через учетные записи Microsoft аккаунт. На мой взгляд это неоправданно. Однако по факту в 18.03 чтобы получить доступ к ресурсам другого компьютера в локальной сети нужно знать его имя или IP адрес. Но в сетевом окружении соседние компьютеры не отображаются. Однако это можно исправить. Дело в том, что за обнаружение компьютеров в сети Windows 10 отвечает отдельная служба, которая после установки в 18.03 по умолчанию не запускается. Тип запуска с автоматического изменен на отключен. Если эта служба остановлена, компьютер не обнаруживается в сети другими компьютерами. Включить службу автообнаружения Windows 10 можно так. Откройте консоль управления службами. В списке служб найдите эту службу. Публикация ресурсов обнаружения функции. Измените тип запуска службы с ручной на автоматический. Отложенный запуск. Перезагрузите компьютер. После перезагрузки другие компьютеры в локальной сети смогут обнаруживать данный компьютер и его ресурсы. Еще решением данной проблемы будет прописывание статических IP на роутере для тех компьютеров, на которых вы хотите расшарить папки. Для этого зайдите в настройки роутера под админом и на вкладке DHCP добавьте список компьютеров со статическим IP. Затем пропишите те же IP в настройках компьютеру с указанием шлюза 192.168.01 или 192.168.1.1 в зависимости от роутера. Первичный DNS 4.8 и вторичный 8.8.4.4. После этого перезагрузите компьютер. Детальные о настройке роутера можете посмотреть в одном из наших видео. У нас на канале есть целая серия по настройке роутера. А на этом все. Надеюсь вам было полезным данное видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.